Всем привет, ребята! Меня зовут Вера, и мы с вами снова вместе. Сегодня мы будем лепить Петти, подругу того самого Поро-Ро, пингвиненка. До этого мы снимали, как лепить его друзей, а сегодня сделаем подругу Петти. А как ее сделать, сейчас посмотрим. Подписывайся на канал. Сначала слепим голову, туловище, ручки и ножки, белые детали для оформления мордочки и брюшка, клюв, хвост и челку, а также детали для оформления костюмчика. А теперь все это соберем. Для начала слепим голову. Нам понадобится для этого синий пластилин. Скатаем шарик. Наша Петти будет в шапочке. Для оформления шапочки нам понадобится фиолетовый пластилин, кругляшок, а также полоска. Мы сначала наметим границы шапочки. Для этого возьмем полоску и обернем нашу голову. Вот так, думаю, вполне будет нормально. Излишки берем. Аккуратненько прижмем. Полоску шапочки. И распределим все по головке. С этой стороны мы прикрепим пластиночку. Все детали соединения аккуратненько уберем пальчиками. Когда шапочка готова, границы сгладили, теперь нам понадобится сделать петти. Белое личико. Для этого мы возьмем пластиночку белого пластилина. И аккуратненько прикрепим. Здесь будет челочка, поэтому слишком высоко можно не забираться. Аккуратненько прижмем. Аккуратненько прижмем. Имти. Прmellow. Итак, закрепили, теперь челочка, нам понадобится пластиночка синего пластилина, возьмем стек и вырежем такие небольшие волны, что же теперь ребята, нам понадобится сделать пятиклювик, вот такой вот оранжевый конус, мы его установим посерединке, аккуратненько закрепим, возьмем стек и сделаем ей улыбку. Вот так вот. Иду, 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 иду. Продолжение следует... Продолжение следует... Поэтому один глазик мы сделаем шариком, а другой маленьким жгутиком и в форме полумесяца его установим. Теперь займемся туловищем. Нужно сделать его в форме груши, вытянуть в шейку, нажать сюда пальчиком, чтобы получился животик. Взять белый пластилин, сделать из него такую же грушевидную пластиночку и прикрепить. Аккуратненько распределяя. Таким образом, животик Петти будет еще более объемным, как будто она только что покошила. Ножки у пингвиненка будут вот такие оранжевые вытянутые капельки. Ножка должна быть раздвоенная на два пальчика. Для этого мы возьмем стыком и разделим. Получившиеся раздвоенные на пальчике лапки мы прикрепим к нашему брюшку. Одна лапочка. И вторая. Вот такой замечательный пингвинчик. Что ему еще нужно? Правильно, ребята, ручки. Ручки, так как на северном поле довольно прохладно, будут в рукавичках. Для этого мы возьмем ручку и обернем ее фиолетовым пластилином, чтобы получилась перчаточка. Вот так. Теперь возьмем небольшой кусочек летоого пластилина. Это будет большой пальчик. И также его прикрепим. Возьмем стык и аккуратненько прижмем пальчик к перчатке. Вот какая красота! Теперь нам понадобится жгутик розового пластилина. Мы обернем им нашу ручку. Это же один комплект зимней шапочкой и перчаточки. Они должны быть одинаковыми. Вот такая ручка у нас должна получиться. Сделаем таким образом вторую. Ручки с рукавичками готовы. Теперь нам нужно делать воротничок от шапочки. Для этого возьмем полоску фиолетового пластилина и с помощью стека сделаем вот такой вот вырез. все ту же полосочку розового пластилина. Мы возьмем и наш воротничок оформим. Потому что, что, ребята, это все единый гарнитур. Хорошо же, когда все в комплекте. и шапочка, и перчаточки, то есть рукавички. И воротничком. Вот так красивенько оформим нашу поделку. Ну, какая красота. Теперь возьмем наши ручки. Каждую из них стеком закрепим. Я делаю ручки вверх, потому что она сегодня очень радостная. и прыгает от счастья. Видимо, что-то сегодня произошло такое хорошее. Прикрепим нашей веселушке голову. Ну, это же еще не все. Тиму не хватает нашему пингвинчику. Замечательному. Правильно, хвоста. Для этого мы небольшой конус из синего пластилина прикрепим. Ну, вот. Что за милота. Что за красота. Вот такая замечательная Петти у нас с вами, ребята, получилась. Ну, вот, ребята, очередной герой из серии мультфильма про Пороро у нас получился. Знакомьтесь, это Петти, подруга Пороро. Замечательная получилась на мой взгляд. Такая жизнерадостная и подвиживает нам. Чтобы у нас тоже все было хорошо. Всем пока-пока, ребята. До новых встреч.